Добрый день дорогие друзья! Сегодня хочу вам рассказать про устройство под названием Jabon Jambox. Спикер. Подключается он к телефону соответственно двумя способами, либо с помощью кабеля, вот сюда соответственно 3,5 миллиметра, 3,5 миллиметра, либо по Bluetooth. Есть разъем micro USB для зарядки синхронизации, кнопка включения, вот если просто вот вверх ее немножко нажать, подержать, устройство переходит режим сопряжения. Здесь три кнопки регулировки громкости, одна многофункциональная, своей помощью можно ответить на вызов. Узнать например, вот подключить устройство можно, вот уже подключено. Узнать завет батареи. Вот соответственно на экране дисплея айфона или айпэда тоже демонстрируется завет батареи вот здесь. Есть несколько цветов этого замечательной штуки. Красный, синий, серебристый, черный и по-моему еще какой-то. Такой совершенно точные формы, выглядит очень в жизни красиво, по размерам штучка невелика. Вот между тем по звуку она производит впечатление вовсе не такой маленькой, не такого маленького устройства. А в компании настойчиво предлагают несколько сценариев использования этой вот замечательной вещи. Например, ну и в первую очередь для прослушивания музыки. Чем мы сейчас с вами займемся. Очень громко уже сейчас. И это всего лишь вещь размером, там буквально не знаю, ну маленькая короче говоря. А шум от нее, я вам скажу. Здесь есть два динамика и что-то вроде миниатюрного сабвуфера. Устройство вибрирует на низких. Вот лучше ее устанавливать соответственно на какие-то твердые поверхности. В общем, экспортативных колонок это лучшая шум отверстие. что я слушал когда-либо в жизни. Но из портативных имеется в виду вот такого размера и при подключении по Bluetooth. Можно подключить по кабелю. Будет качество звука еще лучше. Для озвучки довольно большой комнат вот сейчас. Но вполне подойдет. Если бы здесь была вечеринка, то было бы нормально. С дудками. Кто-то может слышать, как работает низкочастотный. Такой бум-дум-дум-дум-дум-дум. Ну короче говоря, не суть. Вот так же в компании предлагают еще один сценарий использования этого устройства. Такой как, например, это вообще надо делать с iPad по уму. Но, то есть там предполагается, что Jambox выступает как такая музыкальная шкатулка для игр, чтобы было интереснее играть. Ну, сейчас мы с вами тоже попробуем. Да, здорово. Ну, то есть посредством внешней колонки вы можете, скажем так, усиливать впечатление от игрового процесса. Это хорошо. Моторы рычат. Все такое. Вот. Ну, короче, не важно. Еще одна возможность данного устройства. Здесь вмонтировался направленный микрофон. И вы вполне можете устроить, не знаю, какие-либо переговоры с участием двух-трех людей. Кому-то набрать и вполне свободно общаться. Качество звука действительно очень хорошее. То есть совершенно хорошее. Сразу же вспоминаются гарнитуры Jabbon. Вот. И их потрясающее качество звука. Можно подключить два телефона одновременно. Можно воспользоваться службами MyTalk. Это, ну, допустим, поменять голос, заменить женский на мужской. Плюс есть так называемый Voice App. Это голосовые различные, соответственно, приложения, но они в России будут бессмысленные. Вот, в США. Вот. Еще можно здесь сделать... А, ну, сейчас не получится в режиме полета аппарат. Просто можно сделать, чтобы набрать последний набранный номер. Вот. Тоже такая функция полезная есть. В России Jambox будет стоить около 9 с лишним тысяч рублей. Как имиджевая вещичка, не имеющая аналогов. Ну, это правда так. И по материалам. Вот это, кстати, металл. И узор будет отличаться от... В зависимости от цвета колонки резиновой ножки. В первую очередь заинтересует владельцев техники Apple. Вот. А вау-эффект в жизни у данной штуки невероятно высок. И практически все, кому я давал посмотреть, попробовать, показывал, на что способна эта вот маленькая штучка. Все говорили, что хочется такую же или купить, или украсть, или еще что-то. Вот. Расширенный комплект поставки, как всегда, будет. Два USB кабеля. Будет сетевой адаптер. Кабель 3,5-3,5 миллиметра. Плюс вот такой вот чехол. Упаковку я сейчас вам показывать не буду, потому что она предназначена... Ну, в общем, предназначена для... Вот такой вот будет футляр. В нем можно будет носить устройство. Такая вот замечательная штука. Очень радостно, что она появилась. Ну, в США, да, где-то будет 199 долларов рекомендованная цена. Ну, там, в операторских магазинах, может, будет чуть подороже. Если будете там, можете там и купить. Кстати, хороший чехол. Тоже потом расскажу про него подробнее.